Я уже пришёл домой и не знаю, на какую тему мне начать снимать видеоролик. Я думаю, что мне стоит снять видеоролик про то, как я бросаю свои шайбы в ворота. У меня есть клюшка, у меня есть велосипед. Я могу спокойно побросать. Не знаю, будет такой видеоролик смотреть интересно или нет. Я закончил записывать свой видеоролик про бросание шайбы в ворота. Я думаю, он получится довольно интересным. Я вместо того, чтобы потерять шайбу из пяти шайб, чтобы у меня не стало четыре, я наоборот нашёл плюс две шайбы. Офигеть. Я доделал свой новый видеоролик. Я пока не знаю, как его назову, но он связан с хоккеем. Я в нём щёлкал, делал слоумо. Мне кажется, этот видеоролик получится клёвым и он понравится людям, потому как он мне понравился. Также я наблюдаю за продвижением моего предыдущего ролика, как писать конспекты быстро. У меня здесь набралось 191 просмотра. Офигеть. 11 лайков. И плюс один подписчик. Недавно прямо. Меня это не может не радовать. Это наоборот меня подушевляет. Я не знаю. Делая такие крутые ролики, и ещё, если они так окупаются, то это меня не может не радовать. Посмотрим, сколько просмотров наберёт мой новый видеоролик про хоккей. Конечно, бы хотелось набрать 500. Тысяча. Тысяча. Тысяча бы точно хотелось бы. Я имею в виду тысяча просмотров. Я всё никак не могу загрузить свой видеоролик. Это всё тоже видеоролик про хоккей. У меня стоят ограничения на музыку, которую я использовал. И она запрещена в России и Белоруссии. Вот козлы, а, подумал я. И мне нужно сейчас заменить эту музыку на другую. Я заменяю её на музыку, которая встроена в Ютубе. Я загружаю видео, мне кажется, уже дольше, чем я его монтировал. Вот такие проблемы происходят с Ютубом. Кстати, у меня за последнее время набралось плюс 2 подписчика. Это за 1 час. Офигеть. Сейчас, на данный момент, у меня 298 подписчиков. Это больше, чем п***я, на которого я всегда хотел обогнать. И у меня это случилось. Офигенно. Радости нет предела, когда ещё стараешься, пытаешься, а ещё есть результат. Когда обгоняешь своих соперников или тех, кто кого-то смотрел. Блин, это крутое чувство. Из-за этой музыки мне сейчас приходится заменять её на русскую песню. Я заново перезагружаю видео на компьютер. Потом только на Ютубе. И только потом оно будет доступно в свободном доступе. Вот такие вот заморочки с Ютубом. Американцы явно запоролись с тем, чтобы закрыть доступ некоторых своих песен для русских. И вот я заново переделываю, перезагружаю это видео. Да, получается очень тупо. Мне кажется, я загружаю это видео, точнее пытаюсь загрузить больше, чем я его монтировал. Это уже точно, мне кажется. Да ну нафиг. Прошло 30 минут от того момента, когда я последний раз записывал. У меня 300 подписчиков. У меня сначала было 299. Потом я перелистнул. И у меня 300 подписчиков. И я просто... Я ненормальным сейчас стану. Это все благодаря тому ролику, над которым я заморочился. Я пипец как-то одним заморочился. Он длится 2 минуты, этот ролик. Как писать конспекты правильно. Блин. 300 подписчиков. Ё-моё. 309 просмотров. 310 просмотров на этом последнем видео. Ой, последнем. Как писать конспекты правильно. Мне даже один написал. Чего так мало просмотров. Ё-моё. А я ему отвечаю. Я сам не знаю. Хотелось бы больше. Оп. Мне кто-то... Мне показалось, что от меня кто-то подписался. Я обновил страницу. Показалось. Не. У меня 300. Без изменений. Я сейчас нахожусь в портмастере. Достаю телефон. И мне приходят уведомления от ютуба. You've got you subscriber. Короче, на русском, если у вас новый подписчик. Как мне... Как мне это нравится. Так. Мне пришел новый комментарий. Пользователь говорит, что чтобы писать быстро конспекты, нужно менять ручку. Нужна ручка на чернилах. Ой, на чернилах. На мысленных чернилах. У меня медленно набирается 400 просмотров на том видео, над которым я заморочился. На моем самом новом видео 8 просмотров. Кстати, оно ведет первое место среди других видео по скорости набирания просмотров за определенное время. Я реагирую абсолютно на каждый комментарий. У меня не было давно отрицательных комментариев. У меня ни один комментарий не оставлен без ответа. За ответ я считаю абсолютно каждую эмоцию, которую я оставил. Если я ставлю лайк, то я обязательно ставлю авторский лайк. На самом деле, наблюдать за счетчиком подписчиков – это одно удовольствие. Мое самое новое видео начинается с песни «Сет». Так она звучит. Кстати, у меня новый оставленный комментарий от юзер, пользователь называется. «Привет, мой лучший друг» написал. Это исходя из описания моего канала. Там написано «Зритель, мой лучший друг». И я ему отвечаю. Ну вот, теперь мы друзья. А мы с тобой друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!